МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето. Изумительная пора. Время отдыха, путешествий, посиделок у костра и, конечно же, шашлыков. Пожалуй, отдых на природе – одно из самых любимых развлечений многих людей. Согласитесь, что может быть лучше? Потрясающая душевная компания и великолепная вкусная еда, ароматный шашлык, тарелочка горячего плова или ухи. Отказаться от таких удовольствий просто невозможно. Однако последствия от таких застолий могут быть весьма серьезными. Дискомфорт, боли в животе и, как следствие, визит к врачу. Хорошо, если своими ногами. Сейчас я говорю об остром панкреатите. Итак, что это за заболевания? Каковы причины его возникновения и как их избежать? Вот об этом в ближайшие 20 минут. Слишком уж часто застолье через пару-тройку дней приводит в больницу людей всех возрастов – и мужчин, и женщин. Чаще всего первые симптомы болезни мы пропускаем. Считаем, что так и должно быть после гулянки. Дискомфорт, тошнота, тяжесть, головные боли. Плюс многие себя с утра лечат или алкоголем, или обезболивающими лекарствами. А тем временем в поджелудочной железе развивается процесс воспаления, некроза, умирания клеток и разрушения. А ведь острый панкреатит – очень серьезное состояние организма, которое требует незамедлительного лечения. Летальность при этом заболевании, несмотря на применение современных методик консервативного и оперативного лечения, высокая. При общем воспалении – 7-15%, при деструктивных формах или некрозах – 40-70%. Боль сначала, она без определенной локализации, практически распространена по всему животу. Она имеет тенденцию к бурному нарастанию. Становится интенсивная, жесткая, больные нещутся от боли. И постепенно присоединяется рвота. Так выглядит первая стадия этого заболевания. Врачи называют ее шоковой, и длится она от 2 до 24 часов. Затем болезнь переходит во вторую стадию. Симптомы и боли ужесточаются. Поднимается температура до 38-38,5 градусов. Больного мучает сильная жажда. Пищеварение полностью нарушается. Дыхание учащается. И где-то через 2-4 часа от начала заболевания, боли уже принимают более локализованный характер. Они локализуются именно в верхних отделах живота, с иррадиацией в левое подреберье, с иррадиацией в сердце, в левое плечо. И со временем боли носят так называемый опоясывающий характер. Ну а в третью стадию интенсивность болей, хотя несколько и снижается, но здесь на первый план выступают признаки острого перитонита. Как вы понимаете, чем позже больному оказана профессиональная помощь, тем хуже прогноз на выздоровление. Поджелудочная железа – это орган, имеющий исключительно важное значение в нашем организме. Именно в ней образуются важнейшие ферменты, участвующие в пищеварении, и вырабатывается гормон инсулин, контролирующий уровень сахара в крови. Ферменты, которые вырабатывает эта железа изначально, неактивны и не способны принести самой железе вред. Но при ряде условий, о которых мы еще расскажем, в поджелудочной железе оказываются уже активизированные ферменты вместе с желчью, и железа начинает переваривать, разрушать, растворять саму себя. Почему так происходит? Структура железы напоминает капусту. Через всю ее длину идет основной проток, по которому, как по автомагистрали, ферменты попадают в двенадцатиперстную кишку. Непосредственно перед впадением в кишечник панкреатический проток соединяется с общим желчным протоком. Перед объединением каждый проток имеет свой пропускной пункт – дверь, сфинктер. И еще одна общая дверь – так называемый сфинктер-одди. Роль алкоголя в развитии острого панкреатита объясняется его разнообразным воздействием как на саму поджелудочную железу, так и на организм в целом. Сами по себе спирты, они вызывают отек и спазм большого дубинального сосочка, повышают секрецию поджелудочной железы и воспаление двенадцатиперстной кишки. Проще говоря, алкоголь, проходя по двенадцатиперстной кишке, обжигает слизистую и этим вызывает рефлекторный спазм сфинктера-одди. То есть общая дверь закрывается, и пищеварительные соки вместе с желчью не могут выйти наружу. Тем временем алкоголь продолжает стимулировать повышенную секрецию пищеварительных соков, и поджелудочная железа начинает переваривать, растворять сама себя. Именно это разрушение тканей поджелудочной железы собственными соками и называют врачи банкетной болезнью – острым панкреатитом. Чтобы минимизировать вред алкоголе при застолье, врачи рекомендуют хорошо и плотно покушать, желательно жирной пищи, за 2-3 часа до приема этого самого алкоголя. Принимать спиртное на голодный желудок не рекомендуется, даже в ожидании шашлыка или ароматной ухи. Не соблюдая эти рекомендации, вы очень сильно рискуете. Множество разрекламированных лекарств, улучшающих пищеварение во время застолья, никак вас не уберегут. Ведь задача данных препаратов – всего лишь извне поместить в желудок вместе с едой и ферменты, чтобы ее, эту обильную еду, переварить. В это же время ваша поджелудочная железа из-за спазма сфинктера может начать переваривать саму себя. Причем вы этого на первых порах и не почувствуете, так как алкоголь и веселое настроение снижают чувствительность к дискомфорту и боли. Если же вас и раньше время от времени беспокоили боли в районе поджелудочной железы, то следует опасаться некоторых продуктов, способных перевести вас от веселого застолья к больничной койке. Грибы, торты, шоколад, шампанское, холодные шипучие напитки. Поэтому желательно их остерегацией. Также к числу факторов, повреждающих пожелудочную железу, относятся и некоторые препараты, такие как эстрогены, глюкокортикоиды, сульфаниламидные препараты, некоторые нестероидные противовоспалительные средства. Поэтому лица, которые их обязаны принимать, они должны находиться под контролем врача и не принимать их на свое усмотрение. И, конечно же, недопустимо сочетание приема этих препаратов и употребление алкоголя. Второй основной причиной острого панкреатита называют хроническое воспаление в самой железе или желчном пузыре. Воспалительные процессы приводят к отеку тканей, а это заметно сужает сфинктеры и препятствует нормальному току желчи и панкреатического сока. Также очень опасно наличие камней в желчном пузыре, ведь они вместе с током желчи мигрируют и застревают в самом узком месте, месте слияния панкреатического и желчного протоков. Длительный застой в поджелудочной железе провоцирует в ней начало воспалительного процесса и разрушения тканей. Следовательно, чтобы частично обезопасить себя от внезапного острого панкреатита, разумно заранее пройти обследование и исключить скрытые воспалительные процессы в органах, отвечающих за переваривание пищи. Минимальный уровень обследований – это фиброгастроскопия, это УЗИ поджелудочной железы, желчеводящих путей и общеклинические анализы, такие как общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови. Это желчный, наверное, да? Да, мы сейчас посмотрим желчный, но он немножко сократился, в результате того, что вы покушали, но можем его видеть. Так, желчный у вас изогнут в шейке, из-за этого вот могут быть тяжесть под правым ребром периодически. Бывает, да. Редко вы кушаете, да, вот если нету перекусов, это может застой желчи быть, ну, вы родились таким желчным, то есть вот этот сгиб кто-то вам передал по наследству, там, мама или папа, да? Значит, на сегодня желчный 66 на 18,5 изогнут в шейке, застоя мы не видим. Так, верно, вот. То есть, подождите, то есть я так понимаю, что, в общем, надо перекусы делать, да? Иначе бы тебя... Если вот именно такая ситуация у вас, с горечью, тяжесть под правым ребром, тогда рекомендуется частый прием пищи для того, чтобы вот эта желчь периодически выделялась и не застаивалась, да, чтобы потом не было осложнений камни и тому подобное, да? Значит, венопорта 9, халедок 5, внутрепеченочная не расширена. Ну, а сейчас перейдем к вашей подшелудочной. Как выяснилось, среди пациентов моего возраста с диагнозом острый панкреатит поступает молодежь после элементарных и многими любимых посиделок с пивом и чипсами. Про алкоголь и вред мы уже говорили, стоит сказать и пару слов о чипсах. Обильные приправы, агрессивные пищевые добавки очень часто вызывают аллергический отек слизистой двенадцатиперстной кишки и тем самым опять перекрывается уже известный нам сфинктер ОДИ. Дверь закрыта, пищеварительным соком выйти некуда, поджелудочная железа начинает разрушаться. Причем этот аллергический отек никак не обнаружить и никак не почувствовать. Дорогая расплата за не такое уж и большое удовольствие. То есть, когда поджелудочная воспалена, она изменяется в форме, да? Она изменяется, да. Контуры изменяются, структура изменяется, и уже когда уже такой очень серьезный, острый, со сложнениями, тогда мы видим скопление жидкости. Вокруг поджелудочной, в брюшной полости, в малом тазу, это уже самые такие тяжелые случаи. Есть еще пару советов, как лечиться на второй день после употребления спиртного. Если вы нуждаетесь в таблетке на следующее утро из-за головной боли, то лучше выпейте аспирин. И не таблетку целиком запивая водой, а обязательно растворите ее в стакане чистой воды. Если таблетка касается слизистой желудка, она часто вызывает в этом месте ожог, а потом там же развивается и воспаление. Других обезболивающих препаратов советуем избегать, чтобы не пропустить первые симптомы острого панкреатита. Мое обследование показало, что я на данный момент здорова. Это замечательно, но я осознаю, что это только снижает вероятность того, что острый панкреатит настигнет меня после сверхудачного банкета. Многое зависит от того, как именно я проведу это застолье и какого качества алкоголь на нем будет. Вред алкоголя для поджелудочной железы скрыт в добавках, примесях, сивушных маслах и высоком градусе. Выбирая тактику лечения острого панкреатита, врачи отдают предпочтение консервативной. Стараются обойтись капельницами, лекарствами, голодом, а потом и строгой диетой. Но в ряде случаев операция просто необходима. В настоящее время мы стараемся прибегать к малоинвазивным оперативным вмешательствам, а это такие, как лапароскопические операции, операции под контролем ультразвука, в какой же спектр себя включает оперативные вмешательства. Это санация и дренирование брюшной полости, это снятие гипертензии в желчеводящих протоках, а именно наружное дренирование желчеводящих протоков. Ну и при наличии панкреонекрозов, тогда это будет вскрытие, дренирование сальниковой сумки, удаление некротических участков поджелудочной железы. Если уж попал в больницу из-за острого панкреатита, жесткой диеты теперь не избежать, придется лишиться некоторых радостей. При более сложных случаях такой диеты придется придерживаться на протяжении всей жизни. Представляете, все время постоянно себя в чем-то ограничивать. Хорошая перспективка. Именно поэтому возникает вопрос, а можно ли как-то натренировать свою поджелудочную железу для нагрузки во время праздников? Вот об этом предлагаю поговорить с диетологом. В результате активного поиска специалистов данной области я все-таки отыскала такового, на мой взгляд, очень знающего и компетентного. Я познакомилась с интересным собеседником, с замечательным человеком Тамарой Николаевной Якубчик, доцентом, кандидатом медицинских наук, главным внештатным специалистом по гастроэнтерологии Управления здравоохранения Гродненского обл. спалкома. Нужен первое регулярный прием пищи, дробное питание, не надо острая пища, то есть препараты, которые вызывают гиперфункцию. Какой рацион должен быть? Достаточно количество белковой пищи. Ну и чтобы не было грубой пищи. Грубая клетчатка стимулирует повышенную секрецию пищеварительных соков. Это бесспорно нагружает поджелудочную железу и не способствует ее отдыху. Измельчать пищу можно, конечно, в блендерах или готовить блюда из уже измельченных ингредиентов. Но полезнее просто тщательно пережевывать пищу. Ведь, по сути, пищеварительный процесс начинается еще во рту и начальная работа по расщеплению пищи при помощи слюны это важный этап, являющийся пусковым для множества последующих этапов пищеварения. Восточная йоговская мудрость гласит пейте твердую пищу, смешивая ее со слюной до жидкого состояния и ешьте жидкую, например, жуйте сок. В этом секрет долголетия и здоровья. Если все-таки заболела, забеспокоила, с какой периодичностью должны быть боли, в какое время конкретно, раз в неделю, раз в месяц, какие должны быть это боли, для того, чтобы уже обратиться к врачу? Симптомы заболевания, если возникают еженедельно или несколько раз в день, это обязательно нужно обратиться к врачу. А вот если раз в месяц, или в два, в три месяца, при нарушении где-то диеты, возникла боль, так, не сильная, она просто в плане обследования желательно, но это не грозный симптом, которым нужно сразу бежать, и тем более, какая боль, ведь боли в эпигастральной области могут быть связаны с гастритами, с заболеваниями желчевыводящих путей, с функциональной патологией желчного и кишечного тракта. Ага, то есть это не всегда может быть панкреатит? Нет, не всегда. Чаще всего при панкреатите боль локализуется в эпигастральной области, отдаёт немного влево, отдаёт вправо, есть такое выражение опоясывающие боли, вот если они есть, всё-таки желательно обратиться к специалисту. На данный момент существует целый ряд ферментных препаратов, принимаемых до и во время еды, которые на время позволяют полностью заменить собой функцию поджелудочной по перевариванию пищи и тем самым дать ей отдых и необходимую реабилитацию. До еды применяются таблетированные ферментные препараты, на данный момент широко рекламируемые по ТВ, а вместе с едой так называемые микросферы. Их задача лечебная и профилактическая. Нюансы такого лечения стоит узнавать не по телевизору, не в интернете, не у соседки, не в аптеке, а со своим лечащим врачом. Только в этом случае лечения, а не элементарное временное облегчение, которое попросту скрывает прогрессирование патологии желудочно-кишечного тракта и может стать тем самым фактором, который после застолья сопроводит вас на больничную койку с диагнозом острый панкреатит. Вы знаете, что у нас век интернета, и поэтому все ответы на вопросы мы, собственно, ищем в виртуальной паутине. Скажите, пожалуйста, мне что-то заболело. Могу ли я залезть на нужный сайт, узнать, что мне нужно, какое лекарственное средство, или же, может быть, это травка какая-нибудь, чтобы попить для профилактики, и этим самым избежать острого панкреатита? Значит, мне бы хотелось сказать, что травы это тоже лекарство. Очень часто говорит, приходит пациент и говорит, ну я ничего не пил. А когда начинаешь собирать анамнез у него, выспрашивать, он пьет травы, которые оказывают не совсем благоприятные действия на организм. Травы это лекарство. Поэтому употребляя травы и лекарственные препараты, нужно знать, как они сочетаются. Есть травы, которые, в общем-то, можно употреблять. Вот лекарственной травой является укроп. Он снимает спазмы. Да, хорошо. Но вот та же мята не при всех заболеваниях может быть. она очень хорошо снимает спазмы сфинтероуди. Но в то же время, если сочетается панкреатит у больного с гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью, это неблагоприятный момент, потому что та же мята влияет на нижний пищеводный сфинтер. Будет способствовать прогрессированию гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Таким образом, нужно к ним подходить очень-очень дифференцированно. А лучше обратиться к специалистам. Конечно, у нас есть фитотерапевты, которые знают, какие травы сочетать и с какими лекарственными препаратами их можно использовать. Острый панкреатит это своего рода расплата за наш не всегда здоровый образ жизни. Особенно бдительный мы должны быть во время застолий и банкетов, ведь по большому счету мы сами провоцируем эту болезнь. Если вы прислушаетесь к тем советам и рекомендациям, которые прозвучали в нашей программе, то просто-напросто себя обезопасите. И еще раз напомню, если вы присаживаетесь за праздничный стол или отправляетесь на природу, помните, что все зависит исключительно от нас самих. Поэтому берегите свою поджелудочную железу и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok